Всем привет, вы находитесь на канале FastGuardTV, и мы с вами продолжаем Cyberpunk 2077. И мы... вообще, вы видели, где мы закончили в предыдущей серии? Ну, проходили второстепенное задание в... в той как раз шикарной части на IT-те. Я просто что-то после серии огляделся, и блин, тут просто... Ну, я имею в виду, это же пипец. Ну... Еще атмосферка так круто легла, что, ну... Просто посмотри на это. Я дичайше обожаю подобный масштаб в играх. Вот, ладно. Чем мы с вами будем за... О-о-о-о-о, я хочу туда, подожди. Чем мы с вами будем заниматься? Сегодня, в принципе, в последующих сериях, я так посчитал, что вы пишете. Размыслил мозгами сам, что я там вижу на карте, что я хочу делать, что я не хочу делать. Мы будем проходить по бочке. Мы будем проходить... Мне написали, что имеет смысл проходить те, которые мне вот звонят по телефону, соответственно. Люди, видимо, что-то знают. И мы будем проходить вот эти второстепленные, потому что все же они там не все заказы. Вот периодически можно напереться на что-то связанное там с историей Джонни, например. Это будет дико интересно. Вот. Пока что... Пока что... Я хочу, наверное, выполнить все-таки те вещи, которые у нас есть. И мне... Как же тяжело пользоваться. Надо будет выполнить реинтеграцию. Я думаю, что мы в какую-нибудь серию просто отдельную выделим на то, чтобы собрать все эти тачки. Я думаю, все-таки нам дадут какую-нибудь крутую. За выполнение всех реинтеграций. Это мы все еще ждем. Получается... Мне где-то хотели дать же этот... А, это было в заднице. Давайте выполним до встречи в посмертии, потому что... Все-таки мы ехали на это задание. Там потенциально может быть интересно. Где мое элитный... Где мое элитное транспортное средство? Вот оно. Вот оно. Едем. Вот, потому что если мы будем проходить все заказы, если мы будем проходить все, там, зачищения карты, разбои, преступления, это прохождение затянется года так на полтора, мне кажется. Я не знаю. Тут просто этого контента столько. Он еще и к тому же однообразный. Что, боюсь, это будет слишком долго. Да и вам будет неинтересно это смотреть. А нам нужен контент? Если что, за кадром в них поиграю. Ну, может быть, как-то прям приспичит, захочется. Потому что, видишь, вот я еду, там слева разбой какой-то открылся только что. Ну, как бы. Дверь открылась. Что с моим транспортом не так? Опа. Ой-ой-ой. Так, здравствуй, хочу предложить тебе Альварада в отличном состоянии. Да, и они сейчас стоят на ранчо по указанным координатам. Я его взял у одного из Валентина. Парень нажил столько врагов, что пришлось бежать из города. Прежде чем уехать, он продал мне все, что у него было, включая эту машину. Видно, что принадлежала она человеку праздному, привязанному к земным благам. Но движок мурчит так, что сердце радуется. Если захочешь купить, подай знак, приведи деньги, и машина сразу станет твоей. Сколько стоит? 62 тысячи. Но вот это вот похоже на правду, да? Это похоже на правду. Мы все бэпки потратили на прокачку, к сожалению. Господи. Стоять. Это что? Ой. Так, как я это? Идеальный кадр просто. Это... Это здесь что-то есть. Это не то. Я что-то как-то поймал себе на мысли, что я особо не пробовал заносами пользоваться. Понятно почему, да, в принципе. Ну, не на этой машине. Блин, ну... У-у-у-у. Такие районы здесь есть. Блин, город максимально разнообразный просто. Извиняюсь. Реально хочется просто как бы вот... Ну, не здесь уже, но там была улочка. Так что просто хочется реально ехать где-нибудь 40. И вот так вот. Ах. Ах. Красиво. Ах. Город. Так. Что ж, похороны. Джеки. Более-менее правильные. Поминки. Куртый чувак был. Реально? Реально. Реально. Тreading. Реально. Ах. Реально. Реально. Здравствуйте. Редактор субтитров А. 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 И ты что тут делаешь? Редактор субтитров А. 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 Корректор А. 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 Что-то. Я думаю, что ты делаешь большую впечатление, чем ты думал. Я думаю, что я делал. Это красиво. Это хирурно. Но это тоже самое красивое, что я никогда не видел. Это аквариум? Это было тако. И тако было? Мисс Фиш. Дворф-шарк. Как Минни. Кажется, что-то очень дорого. Я не думаю, что он купил его. Текила любимого любимого любимого. Но это его счастье. Кажется. Одна из первых пакетов, который был сделан от Jesus de Abajo. Ребята из Сен-Сан-Текила. Только 100 из них остались в мире. Все из-за 1%. Как Джеки получил это? Одна из первых пакетов в Мексико продавал его. Сказал ему, что Д'Абajo у него было лишнее. Рецепт. Тебе быть папа Джеки. Валентинов. Валентинов. Конечно. Ты его встретил? Нет, я только не слышал о его. Но он не впечатляет много счастливых памятников. Подписывал его. Какой-то церковь. Валентинов. А отец. Валентинов. Валентинов. И ему самое отличное. От него один день... Валентинов. Валентинов. Валентин. Там опилел. Валентинов. А потом left. Почему он призывался до него? Валентинов. Прибуждал его повернуть. я вообще хотел залезть но в одном совсем то получилось так 55 потом надо чтобы было б.д. 55 б.д. 55 55 55 б.д. 55 55 а у нас мало дырок все равно такая нельзя что ли вот потрясный байк ищет хозяина джеки друг ты не поверишь один из коллекция один коллекционер продает своего красавца состояние отличная цена нормальная хотя немного больше твоего бюджета скажи если тебе интересно иначе кому-нибудь еще маяк ну мир тебе сид в эту субботу чемпионат мира в тяжелом весе севит против бланка и пиво уже в холодильнике не забудь про наш спор планка победит нокаутом в третьем раунде готовь иди в этот раз уже нет шутишься рекомендовала вас сви про тебя он слышал про тебя он слышал сказал что хорошо помнит as we хочет познакомиться мне кажется это просто формальность до встречи в посмертием на 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 ум зашибись так что нужен предмет даже не знаю но не ремень какая-то хрень мне кажется либо вот эта бутылка мотоцикл то нельзя конечно тут мы можем взять это получается что книгу вместе пусти меня мы можем взять по сути либо книгу либо ремень который не самыми хорошими воспоминаниями связан либо бухло которое он там для удачи талисман все такое да тут делает особо ничего я же все смотрел вот эти то нет больше ничего нет где мы идем где мы идем в самом деле я думаю что я буду оставаться в час скажу спасибо за него здесь мама Велез не хотят меня там в любом случае что произошло между вами и двумя и что это биф давайте просто скажем что она не видела меня как родственник материал что она имеет против тебя что мой имя не было Камилла и я не было как Джеки как Камилла была любимая мама Велез Поехали. Серьезно? Можете... Пакать мою баку и прыгать на корабль? В Непаль. Я думала, что я остался там. После недели, я поняла, что я не могу жить без транспорта, без транспорта на мою дверь, и моих близких холдов. Я увидел тебя в Кайоте, тогда. Я иду. Маши грустные свежие. Он был францов. Тогда 해�imm его козла, padre. Погоцелом. Хорошо. Ви, это хорошо что ты здесь. Мы начинаем. Сдали, пожалуйста. Ладно. Эй, Ви. Субтитры делал DimaTorzok 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 He swear he won't need it anymore But he was not scared He just didn't want me to worry Descansa en paz, mi hijo Among the membership of the Night City Devils Boxing Club, we had this saying Make your best friends among the fighters who knock you out cold And it's true, Jackie's arm was a cannon No one's ever hit me as hard I can still almost feel it Twelve rounds, buddy Me mandó Camporta Lamenta no estar aquí Todavía le quedan cuatro años que cumplir Me pidió que leyera esto Recuerdo cuando Jackie se nos unió Era un niño fuerte Cuando decía que iba a hacer algo, cumplía Tenía olor Ol, 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 honor Podría haber llegado lejos Mis condolencias a la familia Que descanse en paz ¿Alguien? Anyone else I, uh, I often think back to the first time me and Jack met It feels like it happened a century ago At another time, in another place Jackie saved my life And then, years later in Night City He saved it again At a time when I thought I'd lost absolutely everything I found my own freedom then But it would not have happened without him Jackie Wells Always hungry for more And never gave up Not once Once he set his mind on something He was ready to die to achieve it He, he once told me Chica, the one thing we can't do is be afraid of others For his loved ones He'd sacrifice his life Without hesitation But most importantly Everyone saw Jackie as A grinning charmer Who saw the good in everyone Everything They were wrong Jackie Wells was A hell of an ambitious chum Who never gave up And whose drive cost him his life But he did in life What he said he'd do Reached for fortune And fame No fear In his eyes or heart He always wanted more Than he got out of life Rest easy, Chum I would like to say a toast Por mi hijo Thank you for your kind words Sweet I'm glad you're here It was a beautiful ofrenda we gave him Lot of people come today Even that boutica Jackie was messing around with Her name is Misty What? Misty She was very important to him Do you understand? Go Invite her along for dinner It's the least she deserves Do you know what? You're a good woman Jackie would want you to have these Are you sure? Jackie'd kill me If I got so much as a scratch on it So don't get any scratches on it Thank you I'll take such good care of it Cuídate, B Campos all torn up Gonna miss him I guess he feels like he lost one of his own I already do Wonderful he has torn up after you die Me too, chica Who started something, eh? Not today Me too Here's to Jackie Got off to greener pastries Jackie Wells I'm a proud son of Heywood I'm a proud son of Heywood I should mingle, Vec Sure Sure I should go with all of them I should go with all of them I should go with all of them Hey, you! Hey, you! Have a drink with us Listen is a skill, you know What else? I think we might know each other Gustavo Horta V Yeah, I've heard about you Well, heartfelt condolences, friend From me, Campo, and all the Valentinos Thank you How'd you meet Jackie? We started out together In the Valentinos? No, in the fucking Bible Book Club Yeah I got only good memories of him Restisi up there, brother No, guys I'm not going to eat with you Sorry I'm too... I'm going to... I'm going to... I'm going to... Barman Jesus Stronger Do you know where the barman is? Where the padre? Ah, there's a second floor There's another floor There's something There's a room There's a room There's a room There's a room Here to say goodbye to one of your own, padre? I'm here to say goodbye to a good man How are things in the streets? This is not the place to conduct business Have some respect Jackie Did you know him well? I remember the day his mother brought him into this world The day his father left The day he took you into his home Yes, V I knew him quite well So, padre You think Jackie's looking down upon us From up there? I believe he has met God Stood before him That's it? I don't know if God left him being happy But I'm pretty certain Jackie did I'm gonna move on Go with God Go with God Need you to focus now, okay? Weird Weird Being here without Jackie Can't shake the feeling I'm gonna turn around and see him sitting at the bar In his favorite spot Where he always used to sit Not the door If you want to go back to the door I don't wanna go back to the door Заберу подарок Подожди, а это что за машина? Нет, это другая Это мне показалось Ага, понятно Вот видишь, тут в этом районе Противники слишком большого уровня То есть я даже, блин, захочу, их не убью, видимо Нам надо еще прокачиваться Как будто бы в первом районе Что стремно, потому что А, подожди А, да, прям так Что стремно, потому что тут и побочки И я думаю, что сюжетные задания Тоже могут быть связаны с вот такими Противниками, у которых черепки над головами Это жаско Так Тут я хотел предложить пройти реинтеграцию Чтобы закрыть эти квесты И получить потенциальный транспорт Как нам дали мотоцикл Очень интересная ситуация Так, а если я это задание выберу Может быть Оно... Не, оно, мне кажется Оно в какой-то либо момент сюжета произойдет Либо что-то еще Потому что пока что абсолютно бесполезно Так, это далековато Это автомания Которая мне уже не нужна на данный момент Вот сюда давайте зайдем Там мне право... Подожди Триста Три Три А, да Я думаю, он в этом районе Господи фу Тупанул Так, и получается, что Ну, кровь И кости есть Тут не то чтобы далеко Можно туда сгонять Чтобы закончить с этим Потому что я не думаю, что там будет как-то сложно Первые ребят... Фу Фу Первые ребята вылетели очень быстро А с остальными у меня даже не было шанса попробовать сразиться Я не знаю, что-то Так, что мы с вами работаем вместе Только правило сказать «hello» Они называют мне «ел» капитана И они называют тебе «бил» Смотрите, что нет никаких подразделений Опять уже заниматься Кто-то приходит к нам с биз Я беру их Стрим Стрим И шум Питана И помните Окей, капитан А я что-то без проблем. Да, еще кое-что. Если вдруг решишь поглядеть на меня и поболтать, заходи в гости. Честно говоря, мне давно хочется лично с тобой познакомиться. Я вот как-то не уверен. Привет, мне тут надо кому-нибудь продать. Понимаю. Слушай, ну мотоцикл... Неплохой. Мог быть лучше, но в целом... Как транспорт. Учитывая, что я хотел мотоцикла. Я его получил. О, пушки продают здесь. И одежду. Ну, это правда хреново, одежду продают, но... Может быть. Понимаешь, я даже не то чтобы вижу здесь потенциально какую-то одежду, которая может мне понравиться. Визуально. Ну, типа... Прочные спортивные очки, зебра с ультрафиолетовым фильтром. Ну, и вот это вот 17,6. Ну, то есть, типа, если покупать самое лучшее, то... Это явно... Это явно вот это. 17,9 даже. Ботинки на 0,5 можно поднять. Есть ли смысл? Элегантная юбка. Угу. Причем необычная. Необычная же хуже, чем редкая. Ну, тут разницы особо нет. Короче, возьму юбку, возьму очки и возьму... Киберпанковская куртка граффити из карбонового окна. Требуем уровень 14. 58,6. Я предлагаю купить, потому что у нас 14 уровень вот уже буквально скоро произойдет. Смогу надеть эту куртку. Она, конечно, дорогая, но мы отработаем. И вот какой-то квест уже здесь. Видишь, вот эти вот квесты, их тут находить очень легко. Как видите. Это будет еще тупее смотреться? Ну да. Смогу надеться, что-то, 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 что-то. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Тут 28-34 Ну как бы да Я вообще коперхедом стреляю Поэтому наверное надо взять Пока мужик Я кстати забыл что мы же купили очки Которые мне хотя бы Избавят от необходимости Носить маску дурацкую Так это убрать Турмовочку Поставить Прицельчик Налепить, ну глушак я Не ставлю принципиально Дробаш еще проверить Вместо пистолета Как-то перестал урон наносить 391 Да, нож на 470 Вообще 19 уровень Так, ладно Куда мы ехали? Мы ехали на Кровь и кости Которая Господи, по-моему Которая Вот эта Мы шли сюда Кстати мы приехали Лол Тут буквально все что нужно Как вниз? Надо где-то найти Подпольные Клюбы Ну извините Тихо, 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 тихо Ты что? Перезарядись конечно Ну типа Не так же Убери Браться до места боя Мне кажется Что навигатор Меня обманывает Да? Это же вот здесь Да, навигатор явно неправильно пингует Так, ну посмотрим Смогу я их избить, нет? Это здесь бои проходят? Эмммм Субтитры делал DimaTorzok У меня нету столько денег, почему я не могу поставить? Я, конечно, не уверен еще, что я могу, типа, его выбить, но ладно. Фиг с тобой. Оставь себе винтовку, блин. Давай, давай-давай. Я, конечно, сделаю, давай. Что ж ты такая психованная-то у меня? Давай. Ударь меня, давай. А ты только в блоке, блин, будешь сидеть или что? Ладно, возможно, он выиграл. А-а-а, понятно. Что они решили здесь сделать, я говорю про уровень. В игре есть уровень, но они почему-то задания делят на уровень опасности, а не на то, ну, соответственно, как уровень вообще работает. Поэтому меня это немного напрягает. Я думал, что, в принципе-то, как бы, ну, это же ближний бой. Какая разница, а? Оказывается, нет. Так, я предлагаю сейчас, исходя из того, что у нас есть, взяться за немножко реинтеграцию. У нас еще остается немножко времени на эту серию. Так, приф у меня появилась квадра. Выглядит неплохо. Сколько стоит? Ну, у меня нет денег сейчас. Надо подзаработать, но, короче, нам надо, видишь, как, 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 как можно больше именно уровня даже, не денег, там, не снаряжения, просто вот уровень набирать. Поэтому сейчас, наверное, будем проходить реинтеграцию, возвращаться в свой район и проходить там второстепенное задание. Не заказы, а вот именно второстепенное, которое там осталось, сверху еще. Я думаю, там можно найти что-то интересное и прибыльное. Потому что сюда я пока не могу. Очень тяжело. Очень много опыта надо. Вот этот райончик, он где-то примерно так, уровень на 20-е, я думаю. А, да? Дэл, твою-то мать. А, подожди, а зачем? Ладно. Ну, кстати, выезжаем немного за город. Погодка меня не особо устраивает, но... Просто могло быть лучше. Чисто визуально. Со что, 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 что там произошло? Я не при делах. Твою мать! Да-да, это называется мотоцикл. Я, правда, не думаю, что он сейчас так сработает. Так, какая-то допка, но, опять же, высокий уровень опасности. С нашим максимальным уровнем сложности я бы дальше среднего не лез, наверное. Мы на среднем-то периодически отгребаем, а высоких, очень высоких говорить даже нечего. А, да стой ты. Твою мать. Что? Кого? Фламинго. Серьезно? Кайф, просто чем я занимаюсь. Ребят, надеюсь, вы не против, я тут вас поломаю. Ну, еще одного, ну пожалуйста. Почему нету? Ну, а тебе уже далеко. Я извиняюсь, ребят, я не по вашу душу. Не сейчас, по крайней мере. Серьезно, Клэрис. Фламинго. Серьезно, Клэрис. Может, я должен вернуться, после чего. Я требую... поддержку. Только один из каоса внутри может дать доносную сталь. Клэрис? Клэрис. Что? Во! Видишь? Все, все кайфово. Потому что, как раз, вот эта тачка, она сама вернулась. Нам не надо будет ехать опять. Я могу просто, там, например, вот реинтеграция пустоши. А-а-а. Что, Вейстонс махнем? Чтобы тачки, да, собрать. Ну, просто, блин, это же, ну... Как бы клево. Надо ехать куда. А, во-первых, у два мейна с каждой тачкой интересный квест. И, да, вот, очень хорошо, что не надо везти своими руками, потому что это кошмар. Таким каждый, просто. Если бы мы этим занимались, типа такой, так, сначала один, потом второй. Так, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Блин, погода, конечно, не самая лучшая для выезда в пустоши. Ну, мы там еще не были ни разу. Не знаем, как оно выглядит. Блин, вот выглядел бы я не так. Вот вообще не так. Было бы гораздо круче. Я находил магазины с одеждой именно хорошие магазины, не чуваков, которые стоят на рынке. Прям вот магазин-магазин, а там, ну, прилавок. Не прилавок. Прям помещение. Висит одежда, все видно, все клево. Но... Все равно там ничего такого нет. Мистер Хэнс, если вы looking for Pacifica jobs, call me. Name's V. And what? No, please to meet you. I'm truly honored to meet you. You've got an E-biz, call me. Do you have an around the area? I lost contact with the Delamate network vehicle nearby. We'll do. Да уже занимаюсь. Так, а тачек всего семь. You are currently at the exact location, where I lost contact with the car. Fine. Have a look around. Это еще не совсем пустоша. Это какой-то там соседний край. Ох, как гонят. Стоять, стоять, стоять. Ну, не передавливай меня, ну, пожалуйста. Ублюдок. Да? А он теперь... Он в состоянии-то вообще в рабочем? Вот, смотри, заказы пошли в новых районах. Да-да-да. Уровень опасности очень высокий. Обожаю просто. Слушай, здесь этого контента навалом просто. Причем, мне кажется, что в какой-то момент мне даже придется, возможно, здесь что-то проходить, чтобы уровень поднять. Смотри, вот здесь вот я могу. Тут квестов у нас нет. Ну, тут вот средний, средний. То есть, по сути, вот в этом районе мы можем что-то делать, а тут квестов нету. Поэтому, чтобы перебраться сюда и выполнять здесь какие-то задания, надо сначала разобраться вот здесь. Капец. Интересно получается. Тут везде очень высокие. Да, но это более хай-левельные локации, потому что сюда идти супер рановато. Так, реинтеграция пустоши, это мы буквально выполнили. Сейчас у меня засчитается уже. Или нет, подожди, или это какое-то другое? Так я вообще другое сделал. Это вообще не тот, не та реинтеграция. Я поставил метку сюда, и мы отвлеклись. Эээ. Погнали в пустоши тоже сгоняем. Видишь, как оказывается, реинтеграция быстро-то идет. Потому что я думал, сейчас с каждым это будет, блин, целая эпопея. Там что-то надо будет сделать, потом отвезти его еще своими руками. Нет, все до момента. Я говорил правильно, что я разбираюсь с тачкой, а я разбираюсь с его личностью. И все, он устанавливает связь, все нормально. Здесь. Где? Да, неправда. Владимир. Ты не врешь. Погнали в пустоши. Не, просто здесь, чтобы восстановить тебя. Я думаю, что я буду делать это самостоятельно. Воу, легко! Я не могу тебя издать. Но я так. Почему? Почему ты тебя издалил? Потому что я ехалка машина в мире. Угленность, не проспекты для будущего. Интимидированы на улице по пунктам, как ты. Есть другая штука, кроме смерти. Что? Терапия? Классивная штука времени. Тринкс не любит машины. Мы не имеем мамы. Мы можем вернуться в кафе. Редактор субтитров. Знаешь, одна большая семья счастлива. Деломейн детеста меня. Ха. Просто хочу папа любит тебя, это все? Ты чёрт. Ты знаешь, что я имею в виду. Если ты не обиделся о Дел, он не будет обучение, будет ли? Он может быть прав. Я думаю, что я не пытаюсь говорить с ним. Хорошо, я вернусь. Это было... Я только что договорил тачку от суицида. Та фигеть. Та фигеть. Простите. Я просто не понимаю. И боюсь, что у меня нет времени, чтобы спросить. Другие более важные задачи требуют моего внимания. Ты отсутствующий отец. Это то, что я имею в виду. Я вижу. В любом случае, Угу. Угу. Так, у нас там два уровня. Ух ты. Надо... Надо взяться. Так. Так, так, так. Смотри, два уровня, это прям идеально, как будто бы докачать холоднокровие, да? До десяти. Гениальный у меня подход. Я, короче, смотрю на винтовки и думаю... Может снайперку попробовать? Хороший урон, хэдшоты. Ну, наверное, все же нет. Ну, а теперь я еще думаю, а что тогда? Ээээ... Вообще... Вообще... О, вы можете создавать редкие предметы. Мусор разбирается автоматически. Оооо... О, да. Я буду теперь собирать мусор и буду получать кучу компонентов. Ну, мусор, правда, он как бы говно, понятное дело, но... Что-то тоже можно там сделать. Так, инженерка. Вы получаете невосприимчивость к эффектам своих гранат. Вы видите область взрыва гранат. Ну, инженерное дело. Это, короче, что-то всякие взрывы. Полностью заряженное электромагнитное оружие не стреляет автоматически. Электромагнитное оружие наносит урон сквозь броню. Но это вот, короче, эээм и всякие взрывы. Я этим вообще не пользуюсь практически. Редкие предметы, да? Ну... Не, крафт мне прям так не нужен. Может интеллект взять? Вы получите демон тихий час, который отключает все камеры в локальной сети на 3 минуты. Да я могу любую камеру вырубить просто взглядом. У меня не проблема. Взлом протокола длится на 20% дольше. Это ж такое себе. Я успеваю постоянно. Улучшенная версия демона добычи данных, которая позволяет получать источник доступа на 50% больше евро-долларов. Тоже хрень. Массовая уязвимость, которая снижает физическое сопротивление всех врагов. Ну, такое вот, со взломом, конечно. Скриптами начать пользоваться, может быть, чуть чаще. Нетронер, который пытается вас взломать. Память кибердеки восстанавливается в бою. Обезвреживание врага, на которого действует скрипт, мгновенно восполняет одну единицу. Вообще хрень. Какая-то полная. Давай вот сюда лучше. Так. Запас выносливости или грузоподъемность? Грузоподъемность мне вообще не нужна, тем более на 60. У меня будет, блин, 320. Что-нибудь в стелсе есть? Урон от выстрела в голову вне боя увеличивается на 30%. Метательные ножи наносят на 30% больше урона. Кстати говоря, как, блин, метать ножи? Я не понимаю. Ножей точно нет. Вы можете метать ножи. Зажмите правую кнопку. Может, без оружия я могу это сделать в режиме стелса? Подожди. Ну как? Вот так. Только, правда, свой нож буду выкидывать постоянно. Это как бы не совсем мне нравится. Восстановление здоровья в бою и вне боя улучшается на 50% каждый раз, когда суммируется эффект невозмутимости. любую кнопку чего это ударитьanted или не потихоньке Gabriela? Но такой merely donut на 100% заплывы не думаю, обидела. А, кому-нибудь 8% к Mueller, будетел написать на 50%, наверное. Пока не все, наверное, нет. Нет. На каждую копию. А таols churchе. Включаю зову на 50%ooнее квесты и выatever. сейчас не то что не будем просто элементарно даже не сможем ни одного заказа ничего ну да как я и говорил каждый фиксер фиксеров что я забыл как они до каждый фиксер в своем районе будет мне как раз по вот этим вот вопросиком выдавать всякие заказы этого будет миллион поэтому в каждом районе мы можем потенциально убить на это неадекватное количество времени вот здесь наверное этого меньше всего но все равно все равно есть и все остальное здесь тоже есть вот а я предлагаю нам добить реинтеграцию потому что во первых мы сто процентов получим какую-то награду какую-то хорошую имею ввиду награду вот это кстати куртку надеть если я уже это не сделал я уже это не сделал опа она тоже хрени не выгляжу как клоун ну типа все еще это сто процентов предметы включая эпические я тоже предлагаю разбирать потому что это дает нам компоненты как раз того уровня и по сути это единственное где я могу найти компоненты этого уровня не ну не находя их непосредственно просто где-то поэтому будем теперь разбирать а рандом находить компоненты так часто это не происходит уж извините вот добьем добьем реинтеграцию потому что прикольное задание потом будем возвращаться обратно в свой район и выполнять там какие-то задания потому что нам нужен как видите уровень а на этом пока что все если вам понравилось это видео поставьте лайк прокомментируйте подпишитесь на канал если вы еще не подписаны а также не забудьте нажать на колокольчик чтобы не пропустить новое видео увидимся с вами в следующей серии всем пока